всем привет вы на канале rc шник где тут у меня наклеечка ну а вот где то есть сегодня мы участвуем соревнованиях опять на нашем грузович кем но уже как вы видите корпус у нас новенький только что сделаны бессонные ночи все остальное осталось старое значит чтобы не менять тот убитый корпус естественно будет для тренировочных заедов на сегодня это соревнования будем участвовать надеюсь конечно займем какое-то высокое достаточно место нацелены мы только на победу так что всем приятного просмотра и погнали как Я пришел. Ну и что такое, что ты делаешь? Так, ну смотрите, прошла у нас первая тренировка, да. По итогу тренировки у нас две группы по 7-8 человек, всего 15. Я вот в группе, а, ну два у нас насортовало. Значит, я занимаю четвертое место, но наша группа, все практически проехали быстрее, чем вторая группа. Ну, поэтому мы в первой группе нас так специально распределили. Значит, 34, 35, 34, да. Здесь 33, но видите, лучший круг у меня не очень большой. Это не очень хорошо, потому что двигатель не круто ехал. Но мы его прочисли, сейчас покажу как. Так, значит, есть у нас небольшой лайфхак, как сделать так, чтобы мотор, старый мотор поехал чуть побыстрее. Мы делаем полный газ и запшикиваем тормозную жидкость прямо в него, и он немножечко чистится. Давайте покажу, как это происходит. Вот я нажимаю в полный газ. И... Видите, даже колесо вот это правое начало больше раздуваться, потому что мотор стал работать гораздо быстрее. Так что, нормальный лайфхак? Нормальный. А вообще, давайте я вам расскажу, как проходят сами соревнования. В общем, вкратце, чтобы вы понимали, сначала у нас идёт у каждой группы по тренировке. После этого у нас идёт три квалификации. Раз квалификация, два квалификация, три квалификация. После трёх квалификаций, по сумме двух лучших квалификаций, у нас становится полу позишн. На финальные заезды. Да, финальных заездов я не вижу. Заезд три. Ну, наверное, три финальных заезда. И по двум из трёх заездов определяется первое и второе место. Там распределяется по очкам. Так что, вкратце, примерно вот так всё происходит. Итак, значит, это у нас первая квалификация. Надеюсь, что поставим какой-то результат. Для этой графики. Докторый квалификация. Разовые и даже limiteiot. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте их зашлищет. Подписывайтесь на этот канал. magnitude 3. Итак, непр envisioned. прошла первая квалификация, да, уже вот видите, эфки поехали, звук слышно, да, в общем, машина я доволен, едет она достаточно хорошо, поворачивается тоже хорошо сейчас давайте проверим, какая температура двигателя, 40-50 градусов за счет вентилятора, оп, вот сюда вот так надо поставить, это вообще ничто, это очень хорошо в общем, единственное, что не хватает, мощности, все-таки не новый мотор, и едет она не так быстро, как хотелось бы, но, я думаю, за счет, так сказать, устойчивости и стабильных нервов мы попробуем всех обогнать так, ну, значит, давайте попробуем на этом треке погонять на нашей Arma Limitless, которая у нас подготовлена, правда, для 402 метров, да, и настройки, все подвески для этого, но посмотрим, какой результат относительно эфок она у нас покажет да там ничего страшного, только бампер, наверное, отвалился ладно, так его можно перевинтить просто ладно, что, погнали итак, после нашей аварии, значит, я решил посмотреть, почему машина дальше не поехала, то есть, ну, авария, ничего страшного, там, карбон слегка откололся, пострадал ну, может, это не пострадало, сейчас просто на болты обратно перевинтить, и ничего страшного не будет на этой машинке у меня, кстати, не титановые болты, поэтому они могли погнуться но это не суть, давайте посмотрим на графики как мы видим, температура постоянно росла, да, где у нас температура не знаю, видно вам, не видно, но видно, видите, до 95 градусов она дошла и обрубил, это сенсорный двигатель у меня стоит датчик здесь на нем, и он, видите, вот этот сенсор идет провод, и он обрубает просто мотор для того, чтобы не перегревалась она и не уходила, поэтому чтобы гонять по треку, именно нужно сюда ставить либо вентилятор да, чтобы не было, как вы видите, вот график идет, 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 потом бах резко вверх, по GPS трекеру нашему не удалось записать сколько именно времени я проходил круг каждый, да, поэтому надо специальный чип сюда вешать, либо как-то настроить ну, разобраться, я в этом еще не разбирался так что, сейчас машина остынет, мы ее починим и попробуем еще пару раз прокатиться и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, в этот раз мы на квалификацию не опоздали, так что будем стартовать. Что делаем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа. Один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семь. Два секунды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третью квалу проехали. Думаю, результат будет неплохой. Пойдете посмотрим таблицу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, как вы видите, квалификация номер три. Я у нас опять на втором месте. Да, но в принципе, в принципе, результат неплохой. То есть я много кого сделал. По итогам двух квалификаций, два вторых, я думаю, скорее всего, что я буду стартовать со второй позиции. Да, но что касается кругов, видите, первый 31 идет, 31, 32, 32. А у меня только в конце 32, а остальное все 33. То есть, в принципе, я с каждым разом, с каждым квалификацией все лучше и лучше еду. Поэтому я думаю, что к финалам все будет круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, есть? Ооо, все, колесо отлетело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ооо, жара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ооо, какие слики стали, вы только посмотрите, как жирает резину. Жирает ее, конечно, конкретно на этой трассе, ну, прямо аж горячая. Но двигатель опять перегрелся достаточно быстро. Нужен вентилятор, конечно, для того, чтобы эта машинка участвовала именно в трековых гонках. Вот, поэтому... Двигатель, конечно, до него не дотронуться. Ну что ж, ну все равно я доволен, едет неплохо, мне нравится. Подождите, а где там стартовая позиция? Ооо, слушай, какое, какое рубило будет. Боже, сука, танчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты меня толкнул, ИРСИшник? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Э, Арсир! А подождать, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что я стал так мотать у меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА да ничего страшного бывает в общем проехали вроде как мы третье да пускай машинка чуть остынет пойдемте посмотрим протоколы так ну что я третий да значит у нас лидеры по 10 кругов мы по 9 до все остальные так а по кругам давай посмотрим в начале да у меня плохо машина вообще не ехала но 32 и 1 конечно да и надо из 30 выходить из 32 хотя бы все едут в принципе 31 надо из 30 я думаю что мы с этим справимся а так ну очень смотрите вроде как мы опять 3 потому что один из лидирующих позиций человек сошел но но я мог конечно быть второе но тут не получит о я думаю что не так поломочка было да ну да ладно принципе это не сильно повлияло в общем сейчас пойдем посмотрим результаты и будет понятно уже примерно на каком я месте ну давайте посмотрим в общем я опять 3 до разница такая же какая обычно но единственно что вот арсений меня обогнал хотя я был впереди то он был впереди то я был впереди если видите то все это 4 2 2 2 3 а он идет 3 3 3 2 2 3 то есть мы с ним боролись бок о бок но он молодец обыграл меня все честно все в рамках правил так что в принципе есть шанс залезть на подиум а в такой конкуренции где 15 человек это неплохой результат я считаю ну что будем стараться дальше я был восьмой я сейчас обогнал варя красавчик на стартовал каким давать так ну что третий финальный заезд да нам надо проехать хорошо что попасть на подиум но надеюсь все это будет так что погнали я тот раз ближе гораздо стоял ну да ладно ладно ну ты там там камешек я так не виноват не надо да ё-ма-ё да ё-моё Матер 8, 6, 6, 6, 5, 12, 6 Э, какой-то там следует Ничего страшного Так давай все на газ Подождите, отойдите все Давай, поехали Детей Детей Я вас подожду здесь Я талон Вот мне такой старт нравится Так, ну вот и подошли к концу наше соревнование Да, машинка мне в принципе понравилась, как она едет Видите, моторчик охлаждается пока что Так что сейчас посмотрим, какой я по итогу буду Субтитры сделал DimaTorzok Так вот и подошли к концу наше соревнование В принципе заняли мы четвертое место Не очень хорошо, но не очень плохо Да ладно, все заебись Все заебись Да все полетело коту под хвост Я в принципе доволен Соревнования прошли успешно, хорошо Покатались мы на нашем Tami TT-01 модели Да, в виде грузовика Также немножечко покатались на нашей машинке Теперь уже она у нас для 402 метров подготовлена Да, видите, ну падали, коцались там Видели все на видео Так что всем спасибо за просмотр Лайк, подписка, дизлайк, отписка Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok